и снова здравствуйте вам из нашего танкового бункера на intel challenge 10 сезоне супер cup world of tanks разбудил меня просто разбудил практически на самом деле будет будет еще и не только это будет то что происходит над нами да у нас сейчас проходит турнир да у нас сейчас буквально сейчас здесь киев киберспорт арена проходит большой турнир от msi вот спасибо нашим спонсором во первых первую очередь опять же intel и wargaming нет спасибо за такую замечательную игру спасибо за то что мы вот имеем возможность этот чемпионат проводить и показать вам как это все происходит у нас здесь да да и у нас тем временем происходит как я уже сказал турнир от msi большой турнир здесь у нас сейчас идут как раз полуфиналы первый полуфинал закончился по counter strike забыл сказать первый полуфинал закончился украинская команда проиграла команде из москвы а второй полуфинал сейчас вот прямо идет команда из швеции против украинской сражается вот я слышу крики крики откуда-то сверху откуда-то сверху крики судя по всему там происходит что-то интересное а у нас с вами сегодня не интересная второй тур второй групповой этап команды за red rush по центру против тдс а пзз и собственно вот тут у нас интересная информация да интересная информация русик с днем рождения это рус из тдс а пзз поздравляем поздравляем с днем рождения у человека сегодня день рождения вот собственно поздравление от нас как комментаторов поздравление от всего игрового сообщества вот желаем русского боя с днем рождения успешного боя не знаю как этот бой закончится но желаем чтобы для тебя бой был интересным ну переключай 3 2 1 секунда сейчас начнется отчет уже на самой карте карта у нас новая новая да сегодня у нас новая группа а вы видели сыграли бои уже армадилась и тд 42 lucky close а этот бой будет за лидерство за лидерство в группе за лидерство в группе обе эти команды победили своих противников в первом туре в первом точнее туре до группового этапа номер два вот пишут у нас уруза днюха ура поздравим роза еще раз до поздравили поздравили вот вы через 8 минут это услышите ребята кто сейчас в бою сейчас вы это не конечно не можете слышать но знаете мы поздравили руза слышен и на так написали на самом деле идущие на смерть приветствуют вас это идущие на смерть то есть они они не верили убиться они не уверены в своих силах и они меня же надо убить да сейчас ты что убьют тебя они сначала баньку это надо сюда вот эту баньку сломали душевую не сломали ну практически а тебя ты один будет убивать убил чё да нет меня рус 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 тебя а меня вот герат а меня рус убил то есть имениннику отдали да так смотрим такие сетапы мы будем видеть всегда и везде нет нет вот посмотри все таки у нас 40502 есть но это все таки тяжелый танк да да я правильно но вот мы видим что за рэд раша извините у тдс а да у тдс а люкс и т2 лт и смотри что не делаешь смотри что делает раш по центру они не рашит по центру они уехали за железную дорогу мы этого еще не видели сегодня в первой паре боев у тд 42 лаки клоу и сейчас я не знаю что скажу у тд у пзз пешинг сейчас обнаружит все это вот вот его видит он видит но он там один я так понимаю он не видит он не видит видит а я я я я я я сейчас будет сейчас на него просто накинуться и расстреляют вот его расстреливают с двух сторон с трех с артиллерия еще прилетит просто сейчас он умрет у команды тдс вы видите обе команды быстро рашат но команда которая оставила першинга в одиночестве осталось уже без першинга и осталось втроем против четверых первое паре боев армадиллес против тд 42 мы не видели вот такого быстрого раша с обеих сторон армадиллес оба раза дефили со своей стороны еще одного да а тдс то есть извините а тд 42 оба раза рашили рашили перед железной дорогой давай про этот бой довольствой в очень плачевной ситуации находится тдс они уже все уже остался один танчик он уже немножко над единый сейчас его в чеснок убил одного есть вы и не пробили его совершенно очень очень классно вообще команда раши арсиралов в аддаро работает ушатали по фокусу по такому замечательному. Да, но есть еще арта и светляки. Трудно даже вот что-то сказать по этому поводу. А, один светляк остался, Т2ЛТ, за ним гонятся Леопард и Т1. Т2ЛТ уже покоцаны изрядно. Посмотрим, на Леопарда, который вот стреляет. Выцеливает. Т2ЛТ не попадает. Ну, Леопарду сложно выцелить, конечно. Но он не попадает. Нет, ну почему? У него пушечка, в принципе, позволяет. Она довольно быстрая. Может гонять. Если он стоит, а не едет, то, в принципе, может и попадать. Может, наверное, гонять их. Вот кто убил Страйк. А Страйк это у нас кто? Страйк это у нас Першинг, я так понимаю, да? Да, Страйк на Першинге сделал 2 кг. Осталась артиллерия. Осталась последняя артиллерия. Кстати, заметьте, М41. Вот мы М41 мало видели. Мы мало видели М41 на этом турнире. Не знаю, почему ее так не очень любят. Артиллерия весьма хорошая. В принципе, все три арты на пятом уровне друг друга стоят. У них есть свои какие-то недостатки и плюсы, которые друг друга перекрывают. Да, вот она здесь спряталась в кустиках. Ее не видно. Вот, уже видно. Уже видно. Отшота, слушай, классно. Так отшота, собственно, ее добиваю. Да. И 1-0. А, не, не в ноль. Не в ноль. Одного убили. Одного тяжа все-таки потеряли. Ну, классно, быстро. Теряли Т32. Очень быстро все произошло. Да, это сегодня был самый быстрый пока из тех боев, которые мы видели на прохорах. Да, я вообще не видел быстрее боев на всех картах. Дело в том, что обе команды пошли в раж и очень быстро столкнулись по центру. И The Red, конечно, надо сказать, что... Просто ТДСА, ПСЗ, они допустили ошибку. Они запустили пешинга одного... Отдельно от троих оставшихся. Да, отдельно и... И он быстро умер, они остались в меньшинстве по стволам. И надо сказать, надо отметить все-таки настолько профессионально грамотную вот игру команды The Red Rush по центру, насколько ребята по фокусу четко отрабатывают и убивают вообще все, что на них выезжает. Они не отвлекаются вот на те танки, которые рядом, даже, может быть, в которые удобнее стрелять. И быстро убивают одного, потом быстро второго. И вот это дает свои вот такие плоды. Это нужно учиться. Нужно учиться остальным командам у безусловных лидеров. Нужно выигрывать. Во-первых, я думаю, надо выиграть в свое дне рождения. Да. Но у ТДС, конечно, будет сложно. Сложно воплотить это в жизнь, потому что вот мы видели, что сейчас... Ну, это то, о чем я говорил. Карта быстрая, карта открытая. Может, наверное, поэтому воспользовались Rush по центру и сделали такой Rush. Да, многие играют на этой карте от артиллерии. Многие играют деф, потому что очень... Карта открытая. Легко работать артой. Чтобы играть от артиллерии, надо взять две. Минимум две. Да, конечно. Может, даже три. От артиллерии... Из семи танков три артиллерии. Это очень... Ой, да. Это просто сметут. Сметут. Да. Несмотря на то, что кустов много, можно хорошо спрятаться, но после первого же выстрела тут же засвет укрытий нет. И, в принципе, в принципе, после этого, к правилу, танк умирает. Слушай, а если набрать такой состав, получается, можно взять пять артиллерий, да, и... Нет, даже четыре артиллерии, там одного, может быть, тяжа и светляки. И светляки. Ну, я не думаю... Нет, но здесь же всего семь танков. Да. Здесь не только 42 очка, но и только семь танков. Хотелось бы, знаешь, расставить их по всей карте. Если бы можно было взять 15, то, в принципе, что-то, конечно, можно было бы от этого играть. 15, конечно. 15 Прохоровка. Я, кстати, не знаю, как играется в 15 Прохоровка. Ты никогда не играл? Вот как-то мы... Так получилось, что не играли на Прохоровке, вот на Глобалке, не приходилось нам. Ну, есть, конечно, какие-то там свои наработки, тренировали там эту карту, все. Но вот как-то мы не выходили. Я бы взял, наверное, 4 или даже 5 артиллерий на Прохоровке. Взял бы все 261, скорее всего, потому что они быстрее всего стреляют. Ну, надо сказать, да, в ротных боях вот очень часто все-таки играют от артиллерии. Прохоровку. Хотя, хотя, с другой стороны, очень часто вот именно такой раш по центру или не по центру, но такой раш сметает на Прохоровке все. С другой стороны, от артиллерии даже вот сейчас в этом турнире у нас было бы просто неинтересно, мне кажется. Так мы увидели мясо. Да, здесь, во-первых, 7 танков, во-вторых, всего 10 минут на бой. То есть 10 минут не позволяют так вот расслабиться и долго сидеть, друг другу мотать нервы. Когда останется 6 минут, поедем. Да, или там, когда 3 минуты там останется, там, начнем шевелиться, а пока мы там подождем, что там противник будет ошибаться. Здесь уже поджимает время, как правило, и вот так вот там на 6 минутах ехать или там на скольки-то минутах ехать. Можно, можно, конечно, ждать изначально, но это имеет большие шансы на провал, потому что если сразу встали или поехали не туда, то потом перегнать на другой фланг танки является проблематичным делом, если потеряли время сразу. Да, но карты Прохоровка не будет у нас 26 ноября на осеннем призыве, на который, я думаю, вы уже там подаете заявки, уже собираете свои команды, приходите к нам. Город Киев, улица Вадима Гетьмана, 13, Шулявка, 26 ноября, суббота получается, да? Да, киберспорт-арена здесь. Вот сейчас вот МСА и турнир у нас, тут стены просто сотрясаются от того, что происходит. Я представляю, что будет, когда начнут стрелять танки. Да, когда начнут стрелять танки, тут, наверное, просто будет сыпаться штукатурка. Сейчас там из Калаша, да, постреливают игл. А там сразу там 150 миллиметров бабаха. 152 фугас. Да. Ну, кстати, я не думаю, что там будет 152 фугас, потому что не тот формат турнира, все-таки формат такой же, как и здесь. Мы видим здесь все-таки... Конечно, ограничения по восьмому уровню, а почему бы не взять пятый? Мало ли, мало ли. Ну, понятно, но дело в том, что все-таки тот же самый, если мы говорим о 152 фугас, то мы имеем в виду, конечно же, КВ, легендарный советский танк. Естественно, да. Но все-таки КВ на таком уровне очень легко расстреливается кем угодно и... Слушай, опять дали рекламку, смотрите прямую трансляцию боев Intel Challenge. Да, он буквально сейчас в клиенте. Рекламирует нас, рекламирует... Даже не нас, зачем нас? Рекламирует супер-бои. Да, замечательные такие красивые бои, которые вот очень интересно посмотреть. Вот сейчас бой произошел. Ты готов? Просто, да, конечно, я готов. Я всегда готов. Всегда готов. Знаете, в чем разница, как говорят, между пионером и сосиской? Нет. Вот пионер всегда готов, а сосиске нужно 2 минуты. Это да. Поэтому вот давайте... Ну, командам сейчас уже ничего не нужно, командам остается до 5 секунд, всего лишь 3-2-1 и поехали. Напомню. Посмотрим на сетапы. Пока что ведет... Они меняются сетапы. А сетапы не изменились. Обе команды считают свои сетапы достаточно хорошими. Я думаю, ТДС, как сильная команда, сейчас сделают выводы из-за того, что они... Как они быстро потеряли первый танк в первом бою и остались в меньшинстве. Соответственно, начали потом... В геометрической прогрессии начало нарастать преимущество. Давайте посмотрим. Что же они будут? Не забываем. Как раз и переключимся. Так, здесь из круга выезжать не надо. Ну, а мне придется. Посмотрим, куда разъезжаются. Посмотрим. Вот так вот, я думаю, будет лучше всего видно. Т2 ЛТ, люкс, 3,32. Першинг, М41. Так, а едут они... Я так посмотрю, куда они едут. Рус. И опять Русу отдали. Опять Русу отдали. Опять Русу. Ну, правда, он на Першинге, то есть там побыстрее, конечно. Орудие, потокнее немножко. Поэтому, может быть, из-за этого. А может быть, потому что... Слушай, а они... Они очень так интересно Раш по центру делают, да? Они едут по центру карты. В исполнении ТДСА, ПЗЗ мы видим Раш по центру. А в исполнении Раша по центру мы видим тоже Раш, но не по центру, как вы видите. По аллее. А по аллее. Слушай, угадали. По-моему, Раш по центру сейчас могут угадать. А могут угадать и по... Ну, обе команды ведут себя очень активно. Мы видим, какая агрессивная игра со стороны обеих команд. Они обе идут в Раш. Посмотрим, вот уже. Сейчас есть засвет. Есть засвет. Видят. Аллея против центра. А, да, видят, видят друг друга обе команды. Происходит уже вот перестрелка. Кстати, мы видим, что ТДСА... На них не все танки противника видят. В отличие от... О, теперь же все. Теперь засвет там... Ой, как хорошо горит немец. Вот это горит, вот это горит. Да, 45-02 горит. Сейчас там итальянский какой-нибудь заряжающий... А чей итальянский? С румынским акцентом в немецкой форме в немецком танке. С немецким паспортом, давай так уже скажем. С румынским паспортом. Караба, я говорю. Да. Слушай, ну перестрелка, перестрелка на открытом поле, просто на открытом поле. А, а сзади посреди... Взяли в клещи? Сзади посреди посреди Першин команды Раш по центру. Да, он в отвлекает. И сейчас отвлекает очень хорошо, отвлекает вот здесь от 32-х. Посмотрим, что делает Рус наш. Рус, 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 Рус. Где же Рус? Вот он, он... А он сейчас вот... Гонялся за леопардом, получил от тяжа от артиллерии, по-моему. Вот сейчас от всех получает сайта гусли его. Да, 440 хп остается у него, и... И сейчас наш именинник, судя по всему, умрет. Да, а леопард временем нашел артиллерию. Да, вот мы не досмотрели, как Рус умер. Но, но... Вот такое, может быть, это было поздравление. Слушай, очень интересно получилось. Т2ЛТ убил леопарда. Да, вот так. Очень, очень сложно ему это сделать. Ну там, правда, у леопарда было совсем мало хп. 41 хп, но очень сложно сделать это Т2ЛТ. Догнать можно, а вот пробить. И сейчас заканчивается потихонечку першинг, да, у команды... А, нет, первым заканчивается ТДСР. Все-таки заканчивается 32-й командой ТДСА. У них остается последний тяж, вот и он закончился. И все, они остаются со светляками и артой. И вот то, о чем я говорил, светляки и арта. Вот сейчас вот расставят светляков. А вот першинг и закончился все-таки у команды. А арта, то есть хорошо стреляет М41? Заретраж по центру, да. Посмотрим еще раз на арту М41, можно даже поближе. Мы ее мало видели в этом турнире. Вот такая красивая арта. Красивая такая, дудка длинная у нее. Да. Все-таки вот есть что-то завораживающее военной технике. Спрятался, спрятался. Ай, ну так спрятался плохо, конечно. Видит его, по-моему, уже, да? Видит. Нет, не видит. Пока не видит. Видит светлячка только. Пока не видит. Видит светлячка. Едут вперед. Вот давайте посмотрим. За Т-45-02. А, вот увидели. Увидели М41. Ты лучше переключи его сюда, на Люкса. Люкс нашел-то Хумеля. Люкс, Канманды, ТДСА, ПЗЗ нашел Хумеля. Но все-таки Люкс не Леопард. У него меньше возможностей пострелять. Вот он всего по 38 снимает. Ему долго этого Хумеля разбирать. Хумель к тому же быстрый. Да, могут вернуться. Ну, видимо, он его так гоняет. Давайте посмотрим на это. Замечательное зрелище. Вот, ой, ой, ой. Зарядился, видимо. Сейчас убьет. Да, вот он. Все. Теперь только Т2ЛТ. Да, друг друга благодарят. Благодарят. Поздравляю с днем рождения. Команды хорошо друг друга знают. Играют в одном альянсе. Доброжелательно друг к другу относятся. В принципе, все команды. Практически все команды, которые мы видим на турнире. Не только на турнире. Знают друг друга. Да, знают друг друга хорошо. Потому что играют в разных турнирах. Играют на глобалке. Все доброжелательно друг к другу относятся. Приветствуют друг друга. Очень редкость большая на глобальной карте или в турнирах, Когда команды начинают друг друга Пишут, мы не виноваты А Т2ЛТ тем временем убегает У него осталось 44 хп, но он просто убегает Но танки противника могут просто встать на захват Нет, они догоняют Т2ЛТ Догнать Т2ЛТ проблематично Давай вот так посмотрим Он едет по городу, здесь кочки холмы Бешеная табуретка такая Бешеная табуретка, ломает заборы Сносит сено А пока вот они за ним гоняются Мы еще раз скажем вам, что У вас есть возможность не только доброжелательно Друг другу относиться в игре Но еще и приехать к нам в Киев В киберспорт арена сюда 26 ноября на турнир осенний призыв И поприветствовать своих противников Которые смотрите в игре Слушай, двоих сильняков Эклипс сегодня убили 26 ноября 26 ноября приехать сюда в Киев Киберспорт арена на турнир осенний призыв И поприветствовать своих противников Уже непосредственно вживую То есть познакомиться Познакомиться Ну и естественно Какой-то может быть опыт из этого Вот это был самый быстрый бой Нет, но все-таки предыдущий был быстрее Этот быстрее мы закончили в 22, сейчас 15 Может быть Может быть Может быть и этот был самый быстрый бой за весь турнир Заполняй табличку И у нас появился лидер Появился лидер группы А Эта команда Может быть никто не сомневался А я на самом деле сомневался Я думал, что У других команд тоже больше шансов Чем у Red Rush по центру Потому что Red Rush по центру они знают, что делают Они знают, как и что А обхитрить-то их все-таки возможно Пробуйте, пытайтесь Тем не менее Red Rush по центру Сейчас Как это называется? Единоличный, да? Единоличный лидер? Безусловный лидер Однозначный Однозначный лидер получается Команды Группы А Второго группового турнира Этапа Второго группового этапа По три очка у команды Сейчас Сейчас посмотрим на это все Слушай, ну быстро Так они так Всех сделали Так, сохранить Запустить И показать Вот Посмотрим на таблицу Все свои бои выиграли У нас сейчас есть Безусловный лидер Конечно же В группе А Это команда The Red Rush по центру У них шесть очков Они абсолютно спокойны Плюс четыре в разнице Понятно, что они Уже в любом случае В финале Да, и есть отстающий Армадилас Минус четыре К сожалению, проиграли ребята Все свои бои Хотя играли достойно И Им будет очень сложно, конечно Что-либо сделать с этим Но я надеюсь, что они Покажут нам интересную игру Все-таки в третьем туре Не будут сдаваться А все-таки выйдут На такой вот матч престижа Потому что это Престиж тоже для команды Определенный, конечно же И Уважение к противнику В первую очередь Спортивное поведение И в то же время У нас основная интрига Да? Посмотри При определенных условиях Мне кажется Или не могут Кто у нас будет играть В следующий раз В этой группе Даже если Вот у нас проигрывает Сочетом 2-0 Любая из команд То Армадилас По разнице Нет, смотри Что у нас получается У нас в следующий раз Будет играть Ред Раш по центру С TD 42 Lucky Close Так И если Ред Раш по центру Выигрывает У TD 42 А, ну да По разнице очков По разнице очков То есть у Армадилас Будет 3 очка Как у Той команды Которая проиграет В данном случае Но Но у Армадилас Уже минус 4 Им нужно выигрывать Сочетом 2-0 Чтобы противник Проиграл Сочетом 2-0 Только тогда Будет равенство очков А что у нас При равенстве? Ну тогда у нас Будем думать Что у нас При равенстве У нас пока не было Еще такого Я думаю будет Дополнительный бой Может быть между Этими командами Класс Увидим еще бой Да Супер Но Это конечно Очень маловероятно Тем временем У нас основная интрига Все таки завяжется Вокруг TD 42 Lucky Close И DDSA PZZ У них сейчас Одинаковое количество Очков абсолютно И из этих команд Скорее всего Из этих двух Одна Будет проходить дальше Выходить из группы Потому что Зерет РПЦ Извините Раш по центру Уже Уже Скорее всего Вышли из группы При таком раскладе Армадилас Вряд ли из нее выйдут А вот эти две команды Будут бороться Будут бороться За то Чтобы из группы выйти У них только одно Место Одно место И два претендента И оба претендента Очень достойных Мы увидим это Увидим это Увидим это буквально С вами Уже скоро В третьем Туре Второго Группового этапа А тем временем Тем временем Мы с вами На сегодня Прощаемся Завтра вы увидите Игры группы B Естественно Да Второй групповой этап Второй тур Опять же Прохоровка Напомним вам Начинается в 19 По Киеву 21 по Москве Первый бой И 20 по Киеву 22 по Москве Второй бой Да Напомним вам Что все бои Этого тура Пройдут на карте Прохоровка Следующий тур На карте Рудники Готовьтесь Тренируйтесь Побеждайте И главное Играйте в танки И смотрите нас На tanks.kiverilena.tv Пока